Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Унесенная ветром по Беларуси прошелся Атлантический циклон Эльза. Начали поступать обращения по факту повреждения строений. Какие последствия? Все тайное становится явным. Под Минском задержаны два наркокурьера из Бавруйска. Чем чреваты легкие деньги? Безопасный перекресток. Учащиеся центры доп. образования победили в областном туре инновационного проекта. Программирование сейчас, как и робототехника, в целом очень полезное во всех направлениях. Когда республиканский этап. А также военное учение, белорусские спортсмены и дополнительная услуга. Белцелеком получил лицензию сотового оператора. Союзные планы. В следующем месяце Беларусь и Россия проведут на территории нашей страны военное учение. Об этом доложили Александру Лукашенко на совещании. Планы существуют под названием «Союзная решимость-2022». Все вопросы с российской стороной оговорены. Точная дата еще определяется. В Польше, на границе с Беларусью и Прибалтикой, сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих с техникой, вооружением и так далее. Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока, которые там сейчас переговоры телепаются с Россией. И хотят действительно Россия права заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести все, как будто ничего не происходит. Мы видим, что происходит. Варшава обратилась в НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные, мы сразу задаем вопрос, зачем? Зачем? Ну, значит, готовиться к чему-то серьезному. Глава государства напомнил о проведении внеплановых военных учений. Он договорился с Владимиром Путиным еще в декабре 2021-го. Курьеры наркомаркета. Двое баблючан стали фигурантами уголовного дела. Инцидент произошел на прошлой неделе. Наряд ДП следил за дорожным движением в Лагуйском районе. Инспекторы подали сигнал об остановке водителю Вольцвагена. Однако машина остановилась лишь после того, как из окна на обочину пассажир выбросил сверток. Обмотанный скотчем пакет, а это полтора килограмма альфа-ПВП. В салоне авто находились 25-летний мужчина и 21-летняя девушка, жители Бобруйска. Молодые люди, как сообщается, работали на интернет-наркомаркет около двух месяцев. Плюс сами употребляли психотропы. В тайниках забирали оптовые партии, фасовали на мелкие дозы и делали закладки. В Лагусь приехали за товаром. Во власти стихии в Беларусь пришел Атлантический циклон. В пятницу скорость ветра достигла 32 метров в секунду. Пострадали свыше 800 населенных пунктов. Больше всего в Могилевской и Минской областях. Подробности у Карина Гуревич. В пятницу атлантический циклон «Эльза» прошелся по Беларуси и оставил нешуточные последствия. Скорость ветра достигала 32 метров в секунду. Поваленные билборды, задержанные железнодорожные рейсы, сорванные крыши и вырванные с корнем деревья. Пострадали свыше 800 населенных пунктов. Больше всего в Минской и Могилевской областях. Не обошла стороной стихия и Бобруйск. Начали поступать обращения по факту повреждения строений, то есть жилых домов, различных построек, заборов. На данный момент в представительстве имеется 28 обращений по городу Бобруйску к Бобруйскому району. Обращение бобруйчан в страховую компанию продолжает поступать до сих пор. А вот массовых отключений электроэнергии в городе не зафиксировано. Хотя локальных избежать не удалось. За время буйства стихии специалистам поступило около 60 заявок. Все неполадки ликвидировали в течение суток. Красный уровень опасности объявляют крайне редко. Только в случае, когда погода представляет реальную угрозу для населения. Кое-где еще остались следы стихии. На их устранение специалисты бросили все силы. Погода усмирилась ненадолго. На понедельник и вторник из-за ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Порывы прогнозируют до 24 метров в секунду. В отдельных районах – до 27. На большей части территории кратковременный снег. Местами по Могилевской области – метель. Мы советуем в шквалистый сильный ветер не прятаться за остановочными пунктами, за рекламными баннерами, за столбами и также под деревьями. Потому что это может быть опасно. Свой путь нужно рассчитывать заранее, чтобы он был безопасным. Лучший способ уберечь себя от стихии – по возможности остаться дома. Автомобили МЧС рекомендует ставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Тогда удастся обойтись без экстренных вызовов. В Беларуси продолжается обсуждение проекта изменений и дополнений к институции. Национальный центр правовой информации поступило более 7 тысяч предложений и поправок. Не исключено, что какие-то из них найдут отражение в документе. Напомним, референдум запланирован на февраль. Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи несовершеннолетним с COVID-19. Отмечены симптомы коронавирусной инфекции, схожи с таковыми у взрослых. Среди наиболее частых – лихорадка и кашель. У большинства детей болезнь протекает бессимптомно, либо в легкой или средне-тяжелой форме. В стране начала действовать социальная скидка. В список вошли 29 позиций. Бонусом могут воспользоваться пенсионеры, многодетные и те, чей доход в месяц меньше 280 рублей. В магазине на кассе нужно предъявить оригинал или копию документа, который подтвердит принадлежность к этим категориям. Инициативу правительства поддержали 16 представителей ритейла. Белтелеком получил лицензию сотового оператора. Это даст абонентам сразу несколько услуг в одном пакете – телефон, доступ в интернет, телевидение и мобильной связи четвертого поколения по технологии ЛТЕ. До этого на белорусском рынке работали А1, МТС и Лайф. Беларусь на играх в Пекине представит 28 человек в шести видах – биатлоне, горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных конках, фигурном катании и фристайле. Напомним, зимняя Олимпиада пройдет в Китае с 4 по 20 февраля. Медали разыграют в 109 дисциплинах. Полезный гаджет, идея учащихся Центра доп. образования детей и молодежи стала лучшей на областном туре республиканского инновационного проекта. Всего здесь представили 48 разработок. О безопасном перекрестке Ольга Васенда. Дима Петрушенко и Костя Разводовский – создатели безопасного перекрестка. На воплощение полезной задумки у ребят ушел целый месяц. Всё это время юные техники проектировали, программировали и собирали. Использовали древесину, пластик, печатную продукцию и 3D-принтер. Программирование сейчас, как и робототехника, в целом очень полезное во всех направлениях, потому что компьютеры появляются абсолютно на всех профессиях. И везде нужно знать хоть что-то о программировании, о том, как работает всё механическое. Идея стала победителем областного тура республиканского инновационного проекта. Её суть проста – на дорогах существуют участки с повышенной опасностью. Один из таких вариантов – закрытый для обзора выезд со двора или перекрёсток, где может произойти авария. Умная система способна определить местоположение автомобиля или пешехода и дать сигнал «Будь внимателен». Мы, в свою очередь, поддерживаем Центр образования, потому что безопасность дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма стоит на одной из лидирующих позиций во всём мире, потому что очень часто под колёсами гибнут дети и получают различного рода увечья. Робототехнику в Центре ДОП образования детей и молодёжи изучают около ста ребят. Написать программу, сконструировать механизм и заставить его двигаться – для них вполне выполнимая задача. Здесь дети учатся логически мыслить и принимать нестандартные решения в помощь математика и физика. Так называемая плата Ардуино – одна из основных деталей на занятиях по робототехнике. В неё встраивается специальный код. По заданному алгоритму можно создать бесконечное количество уникальных гаджетов. В этот раз участники заявили свои проекты в десяти номинациях республиканского конкурса. Разработки велись в сфере энергетики, промышленных и строительных технологиях, здравоохранении и экологии. Заключительный этап «Ста идей для Беларуси», где представить безопасный перекрёсток, пройдёт уже в феврале. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. «Звёздный мальчик» в театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича прошла премьера «Рождественской сказки». Воспитанники студии «Благовест» Центра поддержки семьи, материнства и детства покрова рассказали поучительную историю о любви, уважении и взаимопомощи. В этой притче есть всё. Ангелы, человеческие пороки, лень, зависть и жадность, фантастические события, чудесное превращение, победа добра над злом и маленький мальчик с холодным сердцем, в котором нет ни капли жалости. У нас в конце звучит молитва «Научи меня Божий любить, любить всех». Любовь творит чудеса, и не всегда любовь – это обхаживать кого-то, проявлять какое-то внимание. Порой какие-то испытания – это тоже любовь. И чтобы пройти и не ожесточиться сердцем, помогать ближнему своему, любить его – это великий дар. Танцевальные песенные номера не оставили равнодушными никого. Юные зрители с замиранием сердца следили за волшебными приключениями звездного мальчика, а их родители внимали неповторимой уальдовской интонации, то лиричной, то саркастической. Это всё и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»